К чемпионату мира по футболу готовятся и в Новосибирске. Матчи лучших команд планеты на стадионе «Спартак» мы, конечно, не увидим. Зато сибирские бойцы Росгвардии будут обеспечивать порядок в других городах. Сегодня они провели учения, тренировались, как именно будут усмирять особо буйных футбольных фанатов. По легенде, довольные фанаты празднуют успех своей сборной. Но у проигравшей команды тоже есть болельщики, разочарованные. В том месте, где встречается ликование и обида, начинается драка. Через два года предотвращать погромы в российских городах будут бойцы Росгвардии. Сегодня совместные учения с другими силовыми структурами. Здесь и полиция, и МЧС, и служба исполнения наказаний. Группа изъятия состояла из сотрудников ОМОНа и спецназа «Ермак». Они производят изъятие лиц, участвующих в массовых беспорядках. Наша задача – отконвоировать их до автомобиля и сопроводить их. Сомкнуть щиты и не пропустить толпу – главная задача. Особо буйных болельщиков успокаивают немецкие овчарки. В небе баражирует вертолет, с него ведут съемку и в крайнем случае могут забрать раненых. На стадионе дежурит бригада скорой помощи. Без таких ситуаций не обходится ни один крупный футбольный турнир. Для тысяч фанатов чемпионат без драк – потерянное время. Наши, к сожалению, не исключение. Нынешним летом российские болельщики вместе с английскими коллегами считанные минуты превратили улицы Марселя в поле битвы. Город практически на осадном положении жил три недели. Весь чемпионат Европы. На чемпионате мира такого надеются не допустить. Причем уехать из России даже буйные туристы должны невредимыми. В Росгвардии служат вежливые люди. Войска национальной гвардии будут все делать и их, так сказать, усмирять только в правовом поле. И вы, наверное, обратили внимание, что мы неоднократно обращались к участникам прекратить противоправные действия, что мы нигде не применяли никакого оружия, только в крайнем случае нелетальное и светошумовое. На учениях все прошло гладко. Таких тренировок будет еще много. До чемпионата остается полтора года. И времени, чтобы отработать навыки до автоматизма, хватит. По улицам городов военные халить не будут. Но в случае беспорядков появятся через ширинные минуты. Многое зависит и от жеребьевки. Все-таки России и Англии лучше не попадать в одну группу. Сергей Толмачев, Екатерина Клепикова, Андрей Дулепов. Новости ОТС.